Довольно часто в кулинарии требуется взбить белки до стойких пиков. Для чего это и как это сделать, я вам сейчас расскажу. А точнее покажу на примере вот таких вкусных рецептов. Со взбитыми белками готовится очень много пирогов. Чаще всего я именно так и делаю. Дальше это разные рецепты безе и на их основе знаменитый торт Павлова. Вы думаете, мы ограничимся только выпечкой? Нет, конечно, еще и горячее. Например, вот такое куриное суфле, тоже на основе взбитых белков. Особенно понравится деткам, которые ни в какую не хотят есть мясо. Суфле точно оценят. А это кляр. Попробовав его хоть раз, вы будете готовить только так. Его можно готовить и для мяса, и для рыбы, а также для овощей. Ну и, наконец, панкейки. Это обычные, их можно готовить с начинкой или без. Я готовила с шоколадом, с арахисовой пастой, с бананом. А это японские панкейки. Они в два раза нежнее обычных, потому что готовятся с минимальным количеством муки. Так что же такое стойкие пики? Это устойчивая, плотная белая масса из яичных белков. Для того, чтобы нам ее приготовить, нам понадобятся яйца. Вот и все. Знаете, в интернете очень много советов на этот счет. Кто-то пишет, что яйца должны быть комнатной температуры. Кто-то, наоборот, что холодные. Кто-то говорит, что они должны быть свежими, а кто-то не очень. Что посуда должна быть идеально сухая. И если вам попадет хоть капелька желтка, то все, можете все выбрасывать и начинать сначала. Нет, я вам скажу, это все неправда. Я взбивала их в любом состоянии и в любой посуде. У меня самый обычный блендер. Добавляем щепотку соли и начинаем взбивать. В одном направлении. Когда появляется вот такая пена, я увеличиваю свою скорость и начинаю крутить чуть-чуть быстрее. Направление мы не меняем. Не знаю, почему у некоторых не получается. Ни разу у меня не было такого, чтобы у меня не взбились белки. Смотрите, когда появляется вот такая пена, этого недостаточно. Потому что она выливается из миски. Это легко проверить. Просто наклоняете, значит консистенция еще не дошла до нужной. Продолжаем взбивать. Как только на пене начинают появляться следы от венчика, значит все готово. Убедиться в этом точно можно, перевернув миску. У вас не сдвинется ничего ни на миллиметр. Однажды в одном кулинарном шоу так проверяли готовность. Переворачивали миску над головой. Все оставалось на своих местах. Меня часто спрашивают, можно ли это сделать вручную. Я видела, что можно, но сама ни разу не пробовала. Итак, рассказала вам все, что знала. Желаю вам удачи и спасибо за вашу поддержку и комментарии.